Вот видите эту штуку, да? Она не скидывается. Она не скидывается. Окей, ну, значит, стандартное задание, сами прекрасно понимаете. У меня, кстати, денег не так много. Доброго дня, товарищи! С вами снова Спектр. Пока у нас с вами небольшое затишье с глобальными хард-модификациями, продолжаем сегодня исследовать побольше GTA Hard Real Mod. Соответственно, мод на тройку. Предыдущая, вернее, первая серия с обзором будет подсказки вверху справа на экране. Я крайне признателен всем, кто все-таки решился заценить это дело. Рад, что вам эта штука понравилась. Я бы сказал, она очень даже необычная, и по первой серии, понятное дело, были обучающие задания, поэтому для того, чтобы исследовать ее полностью, не знаю, в последний раз или нет, нужно еще посмотреть на остальные задания, но давайте пойдем хотя бы по сюжетной стезе. Как обычно, не забывайте про лайки, друзья, а также подписывайтесь на канал. Спасибо ребятам, которые рублем поддерживают канал и вне стримов. Большое, гигантское и огромное спасибо. Ну и первая миссия на сегодня называется «Прощай, чанки-личонок». Кому, кстати, интересно, вкидываю небольшую информацию. Человек, который занимается Тайтан Тандресом, по-моему, на своем канале уже выложил финал Лас Вентураса. То есть вы поняли, да, на какой стадии находится модификация? Она, в принципе, технически готова уже. О, я вас понял. Это было... Это крайне плохо. Ну, хотя я отчасти это все ожидал увидеть. Окей, миссия правильно. Скажу честно, мне кажется, эта миссия, она как-то по-спидранерски даже проходилась, потому что, да, если ты не успеваешь быстро с этим челом расправиться, тебя просто шотают с дробовика. Блин, я хочу получить сраную нычку с броней, но, похоже, мне не светит этого никогда абсолютно. Ладно, следующая миссия на Джоуи называется «Ван Хайст». Кстати, преимущественно хочу сказать то, что в этом моде используется очень много переработанных данных именно в мейн-СКМе. Я помню, это говорили по поводу модификации Big Mission Pack, который я сейчас прохожу на стримах. Обязательно заходите туда, не стесняйтесь, там у нас достаточно интересно. Офигеть, я кажется, джекпот... Мне кажется, джекпот нашел, ребята. Это, по-моему, 4 звезды чисто халявных здесь. О, боже мой. Я случайно зацепил Ван и 3 звезды. Сагрились. Блин, это... Это сейчас будет печально, ребята. Мне кажется, кстати, благодаря этому моду я исследую еще те регионы, в которых не был никогда в тройке. А поверьте, по играм всегда есть что исследовать в любое время. Поэтому, друзья, еще больше интересного об играх можно найти на канале Игровещатель. Канал относительно новый, однако качество контента ничуть не уступает каналам-миллионникам. На нем вы сможете детально ознакомиться как с классическими играми в индустрии, и погрузиться с головой в огромные лор-игры, так и посмотреть на проекты, которые выходили относительно недавно, но которые все равно достаточно интересно исследовать. Прекрасная подача автора не позволит вам заскучать. А от себя лично хочу посоветовать ролик по Half-Life, который мне очень сильно зашел. Ну и не забудьте подписаться на его канал. Всем приятного просмотра. О мой бог. Ребята, ребята, пощадите, пощадите. Я просто пытаюсь пройти это дело. Простите, а откуда я 27 хп умудрился в том моменте с копами потерять? Я, может, немного отлегся, может, я что-то не понял, но мне кажется, это немножко нелегально было. Ну ладно, 4 звезды. Ну, в принципе, да, с Ванхайстом все понятно. Тут как-то еще усложнишь это дело. Чувака с дробовиком на крышу, что ли, поставишь? Хотя, кстати, на эту дрянь может решиться чел, который занимается этим. Хардлайн-модом. Если он будет его делать на тройку вообще. Так, осталось только довести его до сейфхауса. Ставим и выходим. Кстати, внимательные зрители сказали то, что в этом моде всего 10 спрятанных пакетов. А награда как-то распределяется вообще, если пакетов 10? Ну, типа, за каждый пакет по оружию, что ли, дают? Не знаю, ну, ладно, идея хайповая. Будем честны. И следующая миссия называется Шофер Сиприяни. Блин, тут используется тот самый кривой перевод. Я уже соскучился по нему. Окей, сюжетная линия Джоуи на этом заканчивается. Так, ну что? То они, в принципе, откидывают. А что дальше у нас будет? Это засада Триад. Ага, ага. Я видел, сколько их там. Я видел. Мне кажется, здесь миссия была построена на том, сколько повреждений ты получишь перед тем, как заехать на маркер. Потому что челов там было где-то в два раза больше явно. Около ха... Я так и думал. Я так и думал, что это будет последним звеном, знаешь? Так, типа, ща. Последние челы, короче, располагаются прямо в кафе Мамы Тони Сиприяни. Притом, я, в принципе, мог бы зарашить, конечно, попробовать... Что? К чему это сейчас было? А, я понял, к чему. Это челы Триад. Ом, мой бог. Ом, можно хп вернее? Спасибо. Обалдеть. Обалдеть. Откуда? Они пачкованием, что ли, размножаются в этом моде? Я не пойму. Не, ладно. Ну, приколы приколами. Здесь, конечно, понятно то, что, да, будет какая-то засада. Но у меня есть... Что? Напугайте копов и снимите себе. А хрена ли в этой миссии? Подожди. Вот это сейчас вопрос на 203 миллиона рублей. А в оригинале в этой миссии тоже надо было копов скинуть, чтобы миссия была пройной или нет? Офигенно, чувак. Так, ну что там, господа, от кассы далеко не отходим. Следующая миссия называется Разгром прачечной. Итак, в этой миссии нужно будет уничтожить три грузовика, если я правильно помню. Да, так точно. Как раз недавно проходил GTA 3 полностью без оружия. Но, учитывая арсенал, который имеется у Клода, я думаю, не составит труда. Но какие-то приколы, наверное, все равно же должны быть. Прикол номер один. Я до сих пор не понял, где здесь броня располагается. А между прочим, она очень сильно пригодится в этом моде. Но, да, кажется, все время что-то идет не так. Так, мужик, оставись, пожалуйста. Ну, я аж могу тебя просто выкинуть, если что. Не, окей, это, видимо, проходное просто задание у нас с вами будет. Так, ну, да, далеко не отходим. А, они все подъезжают в одну точку, что ли? Это что за приколы? Ладно, я ничего не понял. Окей, я ничего не понял. В какие-то моменты я просто не понимаю, что в этой игре происходит. Следующая миссия называется Пикап. Есть интересная задумка. Попробовать тачку поставить сюда. Я знаю, что они ее могут, конечно, перегородить. Блин, а чем отбиваться-то будем? Ну, а если добывиком будем отбиваться, какая разница? Итак, два щела. Надо, кстати, сразу посчитать, да, сколько их тут будет. Четыре. И еще пятый выходит, да? Это ловушка, убей всех. Быстрее. Угу. Еще. Еще. Твою мать. Я так и думал, что этим все закончится. Если честно, нет. Хорошо, что он затригерился на анимацию удара. Ладно. Интересно, а есть какой-то шанс, что сейчас за мной еще направятся мужики? Ну, я типа не уверен до конца, но ведь всякое бывает, правильно? Наверное. Ну, короче, пак усложненных миссий. В любом случае, какой-то прикол здесь был. Стоп. Вопросов мне больше нет по поводу брони и хп. Ай, с кайфом. А, ну, очевидно то, что, как говорится, пост сдал, пост принял, да? То есть первые чуваки были успешно нейтрализованы, когда мы с вами закинули Тони. Теперь то же самое, но... Это... Это калаш. Вот бы еще мафия помогала, но у них сраные фомки. А у тебя что было? У него, по-моему... А, это калаш, окей. Я думал, это М16 было. Ну, в принципе... Обычное задание. Ну, для меня, да? Чисто для человека, у которого 5000 часов в GTA 3. Ладно, давайте скам теперь пройдем. К слову, один из зрителей, который проходил эту модификацию, шепнул мне то, что... Миссия Bomb the Base есть такая в этой игре. Ак-2. Ну, вот он, короче, сказал, ты когда до нее дойдешь, ты посмотришь, на что этот чувак способен. Потому что в Портленде он в основном дает тебе шанс поисследовать регион. То есть, нычки какие-то поискать, броню, хп и так далее. Что, в принципе, кстати, да, подтверждается. Потому что по первым заданиям я уже понял, что тут будут за приколы хотя бы в Портленде. Но, ладно, сейчас разберемся поподробнее. Я так и думал... Ах... Ну, ладно, тут был один тип. Я надеюсь, что он был и правда только один. Там, кстати, Матрица и Властелин Колес на заднем фоне. Это немного иронично, потому что сейчас, по-моему, со следующей недели в кинотеатры как раз-таки возвращаются именно эти франшизы. На недельный показ или на сколько там. Блин, окей. Ну, это надо было приплести, ребята. Очевидно. Здорово. По-моему, там... Да, еще фиолетовая какая-то хрень валялась. Здорово. Это, видимо, чел... А-а-а-а... Это огнемет был? Мне кажется, что если бы я сейчас этого чела не убил... Это как помните в... Может, кто-то пом... Помнит? Мужики, вас тут никто не ждал. Короче, если кто помнит, это фантмод. Там, по-моему, была такая тема, то что стоял один-единственный чел-триад. И он постоянно сжигал Тони Сиприани, когда тот выходил из тачки. По-моему, мы только что увидели эту же штуку. А, блин. Когда менты за тобой нельзя сигналить. Ну, короче, это была, в принципе, та же самая штука только что. Только в реалиях вот этого усложненного пака для GTA 3 Real Mod. Окей, ладно. Я понял. Этот момент это персональный ад. Знаете почему? Вот видите эту штуку, да? Она не скидывается. Она не скидывается. Ее надо скидывать именно звездой. Посмотрите, сколько по времени я с ней езжу. Смотрите теперь. Все. Она скинулась только, когда я подобрал звезду. Это микро-моменты, на которые ты вообще не обращаешь внимания при нормальном прохождении. Но когда тебе об этом намекают сюжетные маркеры, то это уже далеко не намеки. Слушайте, по-моему, машину надо было починить, потому что сейчас нас в них просто уничтожат. Да, тут должен был чел убить Тони Сиприани. Это прям тысяча процентов. Кстати, а я заметил этого чела. Знаете почему? Потому что около него был почему-то калаш. Может быть это было пред... Тут еще... Ёперный тёдор! Может не надо, ребята? Не надо, пожалуйста. Я в Пейнт Спрей поехал. И я не доеду до Сальватора с такой хренью. Господи, если бы не MSX FM в этом моде, я бы залип и потух. Спасибо, что он есть. Да, тут надо починить тачку. Сколько там было? Шесть... Рампа, да, эта штука называется? Шесть или семь рампа. Не, я понимаю, это, конечно, приколы, да, но... Вообще это было уже серьезно. Да твою-то мать! Ты еще не нашел меня. Да, пока, братан. Надеюсь, они не могут... Ааа, как его называют? Ааа, у меня словарный запас закончился. И как раз трек на MSX FM переключился на мой любимый... Ты-ты-ты-ты-ты... О, мне трио, пацаны. Так, ладно, давайте, прорываемся. До свидания. Итого девять рампа на одном задании, да? Если считать вот эти два. Ну твою-то мать! Ничего не могу поделать, надо от них избавляться. Почему у Сальватора и охрана это полупьянь какая-то? Ну почему? Если бы, кстати, надо было на маркер заехать, я, в принципе, смог это сделать. Ля! Ля! Вот это, кстати, сбалансировано. Пектор любит, когда хоть какие-то пикапы раскиданы в том или ином моде. Это здорово. Так, еще один вопрос. А спрятанный пакет есть какой-нибудь? Видимо, нет. Короче, видимо, эти десять пакетов я не найду. Но, может, они мне не особо понадобятся. Они нашли меня. Они нашли меня. Ну, придется... Придется довольствоваться тем, что есть. То есть, всем количеством боезапаса. Там еще челы внизу застряли. Слушай, я думал, сейчас эту миссию пройду и все будет нормально. Но у меня челы... Подожди. Да, у меня челы просто застряли. Что-то мне подсказывает, что вот только в этот момент я могу теперь въехать в гаражную дверь. Окей, ладно. Ну, короче, пак неплохой. Но он очень сильно сосредоточен именно на людях, которые не задрачивали ту или иную часть серии. То есть, я, конечно, плюс-минус равно поверхностно с таком стройкой. Но мне пока все поддается более-менее. Первая миссия на Сальваторе. Окей. Ну, значит, стандартное задание. Сами прекрасно понимаете. У меня, кстати, денег не так много... Я был к этому готов. Почему-то я был к этому готов. Но не побеспокоился полностью. Вот больше всего, кстати, в этой ситуации мне обидно только за то, что я ни разу не сохранился по ходу прохождения. То есть, у меня сейчас отобрали все мое оружие. И теперь я вынужден буду страдать. Так, ладно, в этот раз не будем наступать на собственные грабли лишний раз. Я, короче, пройдусь, прогуляюсь. Есть только одна проблема. Блин, сейчас 2 часа ночи в этой игре. Блин, еще и дождь пошел. Ну и вот... Ну и вот куда он их запрятал? Ага, одного вижу. И второго, кажется, вижу. Ага, окей. Этого мы убиваем? И вот этого мы убиваем, да? Тут еще, кстати, можно было их перепутать, если ты не сильно знаком с игрой. Окей, типа... Подожди. Но тут должен быть еще чел с дробовиком. Нас же убил чел именно с ним. Но он куда-то запропастился, видимо. Слушайте, а может я просто не триггернул его? Ну, такой ведь может быть? О, вон он. Да, это, походу, был он. Он все это время стоял в кустах. Мне нравится то, что в каждой миссии тебе нужно буквально отслеживать сначала противников, где кто находится. Какой кошмар. Ладно. Слушайте, а мне вот тут интересно стало. А теперь получается... Ай! А теперь получается... Около клуба тоже будет больше охраны, да? Ну, вы поняли. Примерно так эта схема пока что в Портленде и работает. Я не знаю, мне теперь интересно, что будет на Бум ДБ ИСАК-2, конечно. Но дойти бы еще до нее. Там впереди заваруха. Там было написано что-то, там впереди заваруха. Короче, высади. Высади, всади. И все в таком духе. Ну, они же дружелюбные? Вроде дружелюбные. Окей. Ну, да, иди потрясись, но... Сейчас пока трястись буду я, видимо. Встану-ка я подальше, пожалуй, потому что я могу представить, что сейчас будет. Так. Приближаются пацаны. Ну, по классике. Сват полис. Ох. Можно без духоты, пожалуйста, только? Вот этих челов явно здесь не было. А, у них там дробовики еще? А, окей. Три звезды? Откуда столько полиции? Что за хрень? Откуда у ментов дробовики, простите? По-моему... Я сейчас провалю задание. Она... Молодец. Она молодец. Она реально сама прибежала сюда. И... Серьезно. Да вы шутите. Да вы, мать вашу, шутите. Хе-хе-хе. Обиднее всего в этой ситуации то, что я не успел сохраниться. Я как раз, кстати, хотел это сделать именно после этой миссии. Но, как говорится, судьба не судьба. Но, так или иначе, я обещал вам еще одну серию по Harder Real Mod. Ну, продолжение. Ну, посмотрим, короче говоря. Потому что модификация, в принципе, проходится достаточно быстро. Мне кажется, тут в основном следовало просто посмотреть на усложнение в этом модификации. Но, если продолжение будет, то мне снова придется перепройти все эти задания. Поэтому помянем, дамы и господа. Ну, а так, я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Спасибо, что его посмотрели. Ссылочка на мод будет в описании. Если продолжим, то, как говорится, не переключайтесь. С вами был Спектр. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Услышимся еще на просторах серии GTA. Всем удачи и пока.